Девушки отдыхают Давайте, сейчас вам микрофончик принесем Спасибо Здравствуйте, Светлана Харькова, Николай Руслана, у меня к вам вопрос Может, я, конечно, что-то упустила А где вы были 5 лет? Я вспоминаю тут ваш на кинотабре Такие надежды От вас сейчас как минимум шедевры все ждали Столько разговоров вокруг И вдруг какая-то такая пауза непонятная Странно, что даже еще желание снимать кино не пропало Доброе утро Доброе утро Где я был 5 лет Слушайте, я У меня родился А микрофон, что же вы так держите? Так не слышите? У вас идет запись Я, значит, что? Я за это время сделал У меня ребенок родился Я квартирой обзавелся Машину кредита Да неплохо все было Ну, я как-то жил все равно 5 лет На самом деле мы готовили Если без шуток, то... Я просто не знаю, как ответить Ну, скажите, а вы снимали что-то? Может, какие-то как-то метражки Может, что-то снимали, что-то не получилось? Писали? Я писал, работал, снимал рекламу Зарабатывал деньги И мы шли Мы не сразу Это не то, что мы как бы 4 года сидели А потом решили А вот давайте-ка мы сделаем экспресс Мы как бы пытались найти деньги на него 3 года, если я не ошибаюсь И все это время, пока мы не искали Сценарий как-то переписывался Что-то менялось и так далее Ну, то есть какой-то процесс За эти 5 лет Может быть, не все 5 лет Да, я на что-то отвлекался Но я жил как раз этой работой Которую вы вчера увидели А там... Извините, я еще уточню То есть вас никто не давал на части после генотарма? Много ли вам было предложений? А были, да Были, предложения были, да Но я как-то... Ну, наверное, мне не приходило такого предложения Которого я понял, что да И это будет моим дебютом Мне хотелось именно сделать что-то Свою-то, свой материал какой-то Который, в котором я бы себя видел Спасибо А скажите, пожалуйста Описание сценария У вас есть автор сценария, да Михаил Куранов Как вы работали? То есть у вас появились идеи И вы поняли, что вы хотите сценаристом поработать Или много он предлагал, он уже дорабатывает То есть это, на самом деле, очень ценно, важно Зачем-то у нас в авторском кино Личтеры сами являются сценаристами И не всегда от хорошей жизни Иногда не находитесь на вышликах Ну, вот Миша, на самом деле, появился на последней фазе работы над сценарием Он мне прислал свой сценарий Я его прочитал, мне он понравился И я понял, что я хочу его подтянуть на работу с Экспрессом Потому что мне хочется дальше прокачивать какие-то вещи Мне очень нравится там, ну, язык Он тоже оттуда, из-за борты Миша Вот, и они очень, как бы, они Он понимал, как эти люди разговаривают По диалогам, по речи всему другу Да, да, я с ним больше прокачивал какие-то вещи У меня вопрос к продюсерам Скажите, а что у вас с прокатными планами? Есть ли дата какого-то окраинного проката платформы? Опять же, если говорить Да, здравствуйте У нас начинается с 22-го С сентября С сентября, да Платформа ООК И я отвечу на ваш вопрос проект в активной фазе 3 года Были разные партнерства, действительно, основные вали Платформа депутанты в России Процесс деликатный Не всегда просто Еще был крайний Первый год Не смогли снимать Потому что Врача в Черкесии Так что все эти годы Проекта намного больше Расскажите, где конкретно снимали и что с кинокомиссией в Черкесии Сколько была помощь местная Насколько сейчас привлекает нас, скажем так, и комфортный регион для съемок? Напомогало местное министерство культуры И большое спасибо кинокомиссии только в ранней стадии своего существования Олег же старается Но в Карачаевской кессии пока это непаханное поле В отличие от Кабарина Балкарии Где есть мастерская Сахуру Где есть какая-то администрация Поэтому все, кто сейчас снимает на Камхазе Снимают в Бардию В Карачаевской кессии снимать нелегко А вы как-то это снимали, что это за места, что это за городок? Или несколько было? Скажем, да, это собирательный Да, это... Да, 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 конечно Это вот республика, Карачаево-Черкесская республика Там есть Черкес, Карачаевск, Ктиберда Это наш город такой собирательный Из этих трех городков он был ссор В основном экстерьер, вся натура Иногда был Карачаевск, теперь да Потому что там есть горы, а Черкесск Он больше в низе находится, там больше интерьеров было Вот, а я сам там родился И уехал в 17 лет Из Черкеска То есть там каждый уголок, знаете? Такой расход, ну можно так сказать Да Когда ничего не меняется за Новую Людку Да, абсолютно Время застыло А когда уже были прекрасные места, давно было так Ну там есть на самом деле Донбай, Архивис Ну это Донбай, даже Черкеска Очень интересная горка Значит, на нем месяц уже было Магастролев с каким-то театром уже было А в ваше время юности Людки воровали, да? Да, вообще максимально Блин, я никогда не... Он тяжелый Практичный вопрос от журналистов Сколько нужно поднять? Поверь, что крутейший старик Ну на самом деле, вот я недавно, у меня там сестра живет Она мне говорила, что Руслан, представляешь, у меня опять стали люки пропадать Пропал люк на ее улице Поэтому, видимо, органика пользуется этим спросом Коллеги, если у вас есть вопрос, вы знак подайте Я вам, да, пока Андрею несу микрофон У меня вопрос про актеров Скажите, как каст формировался, да? Потому что актеры разные Есть более известные, есть дебютанты, да? То есть, каким образом? И вместе, у чемпионы органично работают друг с другом А вот этот актер, который водитель Виктор, да, по-моему Кэротаксист, да? У него же, это же Вильям Дефол, прям Это фантастика То есть, делали бы это специально Или это такая случайность, так получилось? Посмотрите Актеры, да, разные И вот как раз пока мы готовились эти, типа, 3 года или 5 лет, как меньше Я там видел, например, Виктора Есть такой фильм замечательный Его снял Галазов, режиссер «Ласточки прилетели» И я его там увидел, его там роль второго плана И влюбился в него, и очень хотел, очень хотел поработать с ним Вот, и очень рад, что это удалось Вот, есть актеры, которые просто Вот, ребята мне показывали документалку Они стереотактик делали Про девчонок, которые играют в футбол В Кавказе Вот, и этот парень по кличке Гомер Который в фильме, они несут холодильник с ним Но он ему помогает И потом в СИЗО к ним приходит Вот я его там увидел Он тоже там появился в этом доке И нашел его контакты Мы проехали в Владикавказ Пожили там с ним немножечко Я посмотрел, как он разговаривает, чем он живет Поснимал его, познакомился с его друзьями И там же нашел его друга, вот этого серого Который пропадает И долгое время, ну, какое-то время я Хотел, чтобы главную роль СОСа играл как раз этот парень Гомер И его пробовал Вот, но потом переиграл эту историю Вот Да, и нашелся Лева Он студентом был Вот сейчас он только закончил Лев СОСа, наверное Который СОСа играет Вот, он учился так же, где я На режиссерской факультете в КИДИСе Да Только он его не решал Вот Ну, и Паша Ворошцова Наверное, знаете, все хорошо Это мой друг, я его очень люблю И прекрасный актер Но Да, но вот Паша в последний момент залетел в фильм Потому что эту роль вообще я с Женей Сытым Вместе придумывал для него Этого арета И Женя, к сожалению, не смог А Паша, как бы, носитель этих скреп Наших смыслов И я понял, что Он Тоже Сыграет в раздражении Князев Андреев Общероссийская газета Умер на русский И региональный еженедельник Новый вторник Значит, самое первое, что я могу сказать Я Хотел вот задать вопрос Думал, как Какой же жанр Прочитал Комедия, драма А мне показалось, что фарс Вот, может быть, вы объясните Почему не фарс? Ну, это первый вопрос Драма-фарс Комедия-фарс Но все равно фарс присутствует в этом И второй момент Когда я вот вышел из зала вчера Посмотрев эту картину Я подумал Ну, вот, если так жить Да То лучше, может быть, этим людям вообще В тюрьме находиться В Магадане Вообще не жить Вот, посмотришь на это все И так подумаешь Ну, вы ведь не этот смысл вкладывали А юмор Вот я Наверное, я не понимаю такого юмора Вот такого Ну, почему вот так У меня такие впечатления У человека Насмотренного Я не кинотритик Я журналист Пишущий о социуме И насмотренный зритель Я очень много российского кино посмотрел За последние 20 лет В 20 лет я сюда приехал Не только на многих Вот почему такое впечатление у меня И фарс это Или не фарс А у нас это А у нас есть полное ощущение, что мы везде где можно было Придушить 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 Я-то согласен Я-то видел такую жизнь Но зачем так жить Я об этом Может быть не нужно так жить тогда Нужно, чтобы вот эти вот люди Ну, либо не умерли Так сидели бы где-нибудь Были инзонеры в этом том числе Это не нам, конечно, решать У нас более гуманистический взгляд, наверное Для вас Вы говорите Они должны сидеть Они что плохого? Для меня лично нет Но они же живут Нарушая всяческие законы Поведения общества Даже кавказского общества Не говоря уже об общем Почему? Он делается так Да Ну, это такой момент Ну, да Ну, то есть Ну, это мое мнение Ясно Да, субъективное Для вас они нарушают правила Для кого-то не нарушают Я понял Ну, вопрос такой металлический Да Да Ну, а про фарс А не фарс Извините Добрый день Вы знаете, я хотел Алексей Рязанцев Коробака Я хотел узнать Меня больше интересует Вот Тема финала Да Вы как бы оставляете ее недосказанной В игровой клуб Приезжают бандиты Мы видим, что Соса вошел Снова с этой карты Которая уже обнулена И там тот, который Винтер ее уже украл Это что? Это намек на вторую часть? Я бы хотел, чтобы она появилась Спасибо, конечно Не, не На вторую часть нет намеков Оно Оно На самом деле Тут 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 же Понятно, что Он не выиграл Все Он проиграл Его экспресс не сработал Да Его экспресс не доехал Вот Но На самом деле Я понял, что В этой ситуации И Антагонист Может и не выиграть Например, если Риверпуль и Челси Сыграли в ничью В этом матче И он И он Тогда пролетает тоже Проиграли все И ребята Подъехали И ребята Подъехали, да Так что да Я просто, Андрей Я в защиту этих вот О ком вы говорите Должны они жить Не должны жить Я в силу своей Профессии Очень часто бывает В небольших городках И Недавно был в Махачкале Там премьеры фильма Аманат Я вам хочу сказать, что Я этих людей тоже вижу Наблюдаю И в целом Они очень приятные люди Когда с ними начинаешь говорить И общаться Вот этот Иногда Но это скорее всего Некая Такая агрессия К вам Как ну Человеку представителя Там условно говоря Из другого мира Из столицы И так далее Но раз с ними начинаешь общаться Начинаешь говорить Это замечательно Поэтому И вместо него Магадани точно Спасибо большое И очень интересно, что возникают Разные мнения И о фильме хочется продолжать говорить Но все-таки фарс или не фарс? Фарс или не фарс? Был вертолет? Да На Ваших захвателях На Ваших захвателях А по твою? Да А ты Уже Ну что ты еще? Хочешь либо какую-нибудь Вот коротко добавьте Уж пожалуйста Извините Добавьте по финалу Извините Мне кажется В конце Зря мы этот Праздник День России Поменуют Потому что он Какой-то такой Выпад В сторону России Воспринимается Но вот это одно. И второе, наверное, все-таки зритель остается неудовлетворенным без какой-то развязки ему реальной. Мне кажется, самое лучшее, что есть фильм, потому что и так все понятно. Это как бы отрез... и так, в принципе, понятно, что экспресс не доехал. А развязка какая у вас по-вашему? Кто выиграл? Все, он проиграл. Это не развязка. Почему? Я как зритель жду, выиграет ли Челси, получит ли кто-то деньги. И вообще, чем все это кончится? Это сцепление, так сказать. И нам кажется важным оставить открытым фильмом. Потому что это интерпретация и каждого, и она будет своя. Нам очень жаль, например, что вам показалось, что День России это оскорбление не будет. Для нас это вовсе не так. Понимаете, это вообще некоторые бритчи. Я сейчас не буду навязывать наши интерпретации, но представьте, что наш Алиб – это такой евангельский персонаж. Блаженный нищий дух. Он единственный, кто не гонится за дневниками. Он не глуп, он не жулик, он не несется за этими вот этими наживами. И поэтому для него в его душе всегда праздник. Когда ему цыгане говорят…